Коллеги, можно я возьму на себя начало нашей пресс-конференции и попрошу вас всех встать и молчать потому что то что случилось сегодня утром вчера вечером точнее в Ницце ночью это по-моему абсолютно бесчеловечная история давайте просто помолчим по поводу людей которые которые зачем-то погибли спасибо я санкану мэм нередко ассинет нередко к юрерина а я с орицем маму и ассури сэпалу я руссерен ассэр уртхат манцзян калькемия аханщилинин Мой очень-очень старый друг, коллеги, и очень рад, что в этом году как-то вот так пришлось, что он участник, а я вот представляю его именно Дома. Тот фильм, который представлен у нас, это очень смелая картина, которая, я всегда буду так думать, если в искусстве нет смелости, вот этих смелых ходов, то там нечего делать просто, и на нечего смотреть. Вот в этом картине очень много можно увидеть вот таких трюков, элементов и их вопросов. И я очень рад, и снова добро пожаловать, если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста. Ну, смотрите, фильм, который наверняка не все из вас видели, ну, потому что так случилось. Программа гениальная и огромная. Я вообще очень рад, что мы здесь, это была международная премьера. Даже в Ростове этот фильм очень увидели. В Армении, в общем, показали его первый раз. Ну, кроме нашего какого-то ближнего хода. Фильм называется «Напротив левого берега». Это второй фильм большого кросс-медийного проекта, который мы реализуем сам Населянина, который является не только моей лучшей половиной, но еще и продюсером этого фильма. Это кино о том, как жители города видят свой город и как они себя находят в нем. Первый такой проект, кто захочет, мы вам дадим настоящие посткарт, настоящие открыточки. Это кросс-медийный проект, в котором жители городов рассказывают о своем городе. В большом счету, я не знаю, как в Армении, в России есть два города, у которых есть определенная идентичность. Это Санкт-Петербург и Москва. Теперь, наверное, еще Казань. Ну, теперь, наверное, еще Казань при огромных усилиях казанских президентов Казахстана конкретно и людей, которые руками делают. А все остальные города в России, ну, это какие-то города в России. Ну, какой-то есть Ростов, какой-то есть, не знаю, Красноярск или Владивосток или, например, Иркутск. А на самом деле каждый город на такой большой территории, как Российская Федерация, которая живет не только в девятичасовых поясах, но и в стольких же исторических периодах, от нижнего палеолита, допустим, индустриального общества, ну, нижний палеолит на Чукотке, а после индустриального общества, пожалуйста, в Королеве. Они все разные. И поэтому у каждого города есть потребность в этой идентичности. И в этом, как бы, вот, если уж представлять себе Россию, как, как бы, такие, аггломерацию городов, такие, ну, как, содружества, то каждый из них может блеснуть чем-то вот в этом, в этой короне, да, потому что, ну, там, огромное количество населения в России живет в городах миллионников, чуть меньше живет, там, треть живет в городах чуть меньше, еще треть живет в сельской России. Вот. И изначально проект задумывался как идентификация маленьких городов, потому что когда-то, давным-давно, теперь уже давным-давно, время так ускорилось, Владислав Сурков, к вам не безответственности, наверняка, один из радиологов российского государства, он придумал такой новый проект ДНК. Были дома новой культуры, ну, вы попросили Веру рассказать меня, чтобы все были в контексте. Это когда с ноля в каких-то городах, в частных государственном партнерстве, строятся дома новой культуры, инновационные центры, в которых жители небольших городов до 500 тысяч пытаются каким-то образом потреблять и воспроизводить современную культуру, ну, чтобы ДНК русской культуры продолжался. Было сделано три проекта, три, вернее, для пилота выбрано было три города, Владивосток, Первоуральск и Талмуда, правильно? Потому что только в этих местах нашлись бизнесмены, которые были готовы поддержать идею государства, они пополам финансировали этот проект, и там было очень много лабораторий. Лаборатория современного танца, современной скульптуры, кинематографов, фотографий, еще чего-то, и нас с Анной попросили, потому что какие-то причины к нам обратились, чтобы мы сделали какую-то образовательную программу для жителей города, для того, чтобы поговорка «цирк уехал, клоуны остались», она как бы притворилась в жизнь. Для того, чтобы мы вовлекли в активность по поводу территории жителей, чтобы люди, зрители нашего кинематографа, сами стали участвовать в культурной жизни города. И вот мы это сделали в Первоуральске. И создавать, да, создавать. Мы сделали кинолабораторию, которая называется «Кот города», мы стали исследовать территорию, и вот на этой открыточке видно, сколько у нас тут успехов. 50 новелл сделали ребята за полгода, это потрясающий результат, люди, которые никогда не в руках держали камеру. Мы их только вдохновляли, понятно, что мы им там подсказывали держать камеру, проводили такой очень-очень экспресс-сжатый курс кинематографа. Мы не сумасшедшие, мы не понимали, что я учился в Абгике 5 лет, до этого учился в университете 5 лет, и понятно, что за 2 недели кинематографу не обучить, но вдохновить возможно, это правда. И по результатам этой лаборатории мы поняли, что кино, оно, в общем, не очень получилось, а кинокарта получилась. Но сами результаты, которые... Кинокарта — это сайт в интернете, где просто вот эти вот короткие 50 историй, мы их предъявляли на карту, ну, как-то там Google Live дальше работает, вот, но тем не менее, при этом мы еще разбили, по слоям разбили, то есть такие тематические слои, да, и там девочки могут смотреть историю про любовь, мальчики могут смотреть историю про спорт, вот. И из самых удачных новелл мы собрали тогда фильм про первый раз, который тоже прошел по фестивалям и был там прокатом в прокате, но мы понимали, что очень много, что в фильме очень мало отражен сам город, то есть мы говорим про код города, но при этом самого города очень много человеческих историй из одного города получился очень мало. И поэтому, когда мы поступили в работе над проектом в Ростове, с нами был, во-первых, уже социолог, который занимался таким более глубоким исследованием территории, вот с точки зрения выявления их и смыслов, но мы понимали, что очень важно показывать человеческие истории и искать отражения жителей их города. Поэтому, наверное, главное отличие второго фильма проекта, который называется «На противного берега», в том, что режиссер наблюдал за теми, кто наблюдал за своим городом, за теми людей не наблюдаемых. Это типичный документальный взгляд. И вот поэтому нам кажется, что вот эта картина во всем телом, она чисто документальный, экспериментальный ход в том смысле, и что все хотят, и если очень хотят, то смогут. Вот вопрос. Ну да. Получается, что 19% этого фильма сняты дебютантами, то есть людьми, которые пришли к нам в лабораторию, чтобы попробовать снимать кино, да, и получились вот такие зорские 8 историй. Я очень благодарен и счастлив, потому что на самом деле риск большой, потому что всем, кому кажется, что документальное кино – это довольно простая штука, взял, снял, смонтировал и показал. Здесь я просто, ну, наверное, как, в общем, не очень гуманитически поступал с акторами, вы на экране могли видеть, как это тяжело. И в этом смысле для меня эта картина очень важна, как защита нашей профессии. Документальное кино снимать трудно. Очень. Почему? Потому что она требует максимальной искренности, и она, как правило, никак не оплачивается. Иногда. Иногда, очень редко. Как же ваша чувство? Но самое главное, что дает ток – это осознание себя. То есть главный вопрос этого фильма – почему я это снимаю? Почему я живу в этом городе? Да, почему я живу в этом городе. У нас очень был жесткий трапорет для сталкеров. Ты еще не устал от нас? Я не говорю русский. А он не устал. Вопросы есть. Если есть вопросы. Да. И знаете, что у меня мечта снять Ереван, Ригу, Тбилиси, потому что это очень сложная задача. Но снять ее не самому, а снять ее, например, если бы Арман согласился снимать под города Ереван, я бы его на руках пронес над всеми ошибками, которые я уже совершил. Мы говорим, что каждому следующему городу в нашем проекте везет больше, чем предыдущим, потому что мы уже знаем, что на руках мы не пытаемся. Вот. Конечно же, у Еревана есть архаичная идентичность. На самом деле, что мы можем сказать про Ереван? Они Арарат. Много чего можно сказать про Ереван. Но это все как бы не современная жизнь. Это все как бы для меня это все как бы некое историческое место, как Рим. То есть мы про современный Рим же мало знаем. Мы знаем очень много про его историю. Но то, каким образом в исторических развалинах Рима проживают конкретные граждане Италии, мы не понимаем ничего. И мы не понимаем их ценностей. А вот для того, чтобы явить современный код города Ереван... Тут надо сказать, что такое код города. Что мы понимаем под кодом города. Код города это же не какое-то однофицированное предложение. Это мы его понимаем как молекулу ДНК, по сути. Которая состоит из многих-многих элементов, каждого из которых ваза. При этом надо понимать, что вот эти вот смыслы территории, вот эти вот какие-то особенности, да, которые присущие именно этой территории, они еще находятся в постоянном движении. То есть вот этот код города, он меняется. И тот код города Ереван, который есть сейчас, и который был даже 20 лет назад, да, 25 лет назад, более, он меняется. И вот даже... Да, я расскажу пример. Наш фильм в Ростове. Я хотел такой пример тоже перевести. Что вот мы сняли фильм в сентябре, и две истории, которые сейчас есть внутри фильма, их уже на самом деле не существует в городе. Потому что парановские склады, вот это потрясающее место, где все плавают, это такое, это в старых складах, бьют ключевые ключи, родники, и горожане там купаются в жаркое время года. А теперь просто воду спустили, и это сносят, и собираются там что-то строить. И получается, что, ох, и мы, вот, как истинные журналисты, зафиксировали вот эту очень-очень большую ценность для горожан. Да, каким образом код города меняется, и я думаю, что снимать код города Еревану, это, ну, вообще отлично. Есть вопросы? Я пример приведу про изменение кода города. Вот смотрите, Ростов находится на границе с Украиной, и всем понятно, что там происходило. Так вот, поток беженцев и все такое. Когда мы снимали, город уже переварил это. То есть мы исследовали, действительно, есть ли эта тема миграционного пункта, куда выливается горе человечество. Оказывается, Ростов настолько большой, что переварил, всех перестроил, и, ну, как бы, и этого нет. Изменение повестки, из повестки вообще кода города ушло. А вот, например, там, типа, Нахичеванский рынок, который, в общем-то, когда, ну, понятно, что Ростов стоял на границе, там, Османские империи и Российские империи, и там была большая диаспора армян, кстати, ну, вот, и сейчас она есть, да, она была армянский город. Он остался, ну, потому что есть культура, связанная с, и она себя воспроизводит, да? Да, давайте вопросы. У кого чего есть? Или мы закончили ваш пищу? Я себя сейчас посчитал как напишен, если культура, то защищаешь проект. Спасибо. Все. Да? Все? Я сейчас поговорю о моем фильме? Да. Да, хорошо. Вы можете переводить? Это? Да, хорошо. Моем фильме происходило в Ферро-Иллзе. Ферро-Иллзе является маленьким архипелагом между Исландой и Скоттой. В Ферро-Иллзе является маленьким архипелагом между Исландой и Скоттой. Я объясняю мужчину и за поцелver. Они учатся с containment. Возьмите brainרים, упущенное и ударно. Простой? Подómинку на что? До этого механики. Ферро-Иллзе является глупыми архипелагом referred to as руси. Это дemiальных архипелагом иców questions. И вот я интересен, что я делаю много фильмов об оборудовании. Это вопрос, который я чувствую очень связанно. Но я думаю, что все документальные фильмы, которые мы делаем об оборудовании, всегда очень патронизирующие и морализирующие. Но я думаю, что документальные не всегда оборудовании. Это вопрос, что всегда это вопрос, даже если это вопросы, даже если это вопросы, даже если это сложные. Я решила сделать фильм об этом, о течении, о хейлин. Но не из-за точки зрения инвироментариста группы, который часто происходит, когда вы делаете документарий о таких темах, но из-за точки зрения локалов и лейлеров. В этом году я был в Ферро-Иленд, у нас есть очень важная организация, С-Шеперд, которая планирует идти в Ферро-Иленд и пытаться остановить любое подобное что случилось, когда они были там. В этом году я расскажу вам, что вы делаете в Ферро-Иленд, 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 и которые делают в Ферро-Иленд, наверное, и с тем, что компейнеры были против и противоположных альтеров. Это старая практика в ракете, как то, что это значит, то это значит, что мастер te злобные, что убежит измельчан. И это фильм о том, которое значит, как то, а в целянке есть правильные практики. И это значит, что делать? И это фильм, что это называется modern world and modern technology and how with modernity we are somehow losing a certain relationship to nature and we are by that we are losing we somehow are losing the meaning of our lives. И это как я снимаю фильмы в несколько слов. Продолжение следует... 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 Он был уничтожен, и он не мог бы сделать ничего другого, только чтобы был уничтожен. И в этот момент, демократия пришла в Болгарии, после Берлина войска. И он был на улице, без работа, без работа. И он стал бандит, бандит, гангстер. И он был в бандит. 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 и в последнее время на сцену бесполезно, мы с темише несли улучшились, что вы получили очень просто и так далее, чтобы получить результат. В прошлом году, очень важный момент, чтобы выяснить, Спасибо. 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Это было эмоционально для меня, чтобы сделать эту историю. Это не исключение. Нет. Мы, с моими коллегами, мы и мои коллегами, хотели сделать существующий фильм. И это очень интересно, что один из моих коллегов, в Болгарии, мне сказали, что это герои, как эти герои. Это герои. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. И это было очень интересно для меня, когда я был в Биаридзе, в Франции, когда я был в Биаридзе. Но я был в Биаридзе, в Франции. И я был в Биаридзе. И я был в Франции. И я был в Франции. А я был в Биаридзе, в Франции. Но я был в Франции. И я был в Калина Красна. Этот героиня хотела уничтожен, но оказался преследователь. Я говорю по-русски, но очень плохо. Поэтому я предполагал язык. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!